День добрый, день добрый! Всем привет, друзья! И сегодня мы с вами поговорим о улучшениях, о улучшениях, которые мы можем создать в городах Польши. Я, а также вы, а также любой житель города Польши может улучшить, может сделать свой город лучше. Наверное, вы уже догадались, о чём идёт речь, и речь идёт о таком проекте, который называется Бюджет Обоватальский, который, этот проект, он создан, мне кажется, что в каждом городе Польши. И сегодня мы будем разбираться с вами, что это такое, и как я или вы можете помочь улучшить тот или иной город Польши. Но перед тем, как мы начнём, я напоминаю, что если вы ещё не подписаны, то, пожалуйста, подпишитесь, нажмите на колокольчик и поддержите меня лайками. Ну что ж, будем разбираться, что же мы, и как мы можем улучшить тот или иной город в Польше. Погнали! Бюджет Обоватальский. Что же это такое, и почему сейчас, в начале года, фактически на каждом шагу мы слышим о этом бюджете Обоватальском. Везде его рекламируют, везде есть реклама, везде просят участвовать в бюджете Обоватальским. И да, я забыла сказать, что я живу в Варшаве, поэтому буду разбирать, что же происходит именно в Варшаве на примере Варшавы. Итак, идея бюджета Обоватальского заключается в том, что каждый житель того или иного города имеет возможность решать, как расходовать бюджетные деньги. И тут включаются два позитивных механизма. С одной стороны, более открытость местной власти к людям. С другой стороны, мотивация людей участвовать в этих изменениях и видеть эти изменения собственными глазами. Включать чувство причастности к изменениям. Этот процесс способствует повышению эффективности расходования бюджетных денег. То есть жители чётко могут понимать, куда деньги идут. Также возникает чувство идентичности жителей с городом, жителей с местной властью. То есть повышается уровень доверия к власти, уровень доверия к местной власти, что также вносит позитивную лепту в самой функции между городом и между жителями города. Ничего вам не напоминает? Мне очень напоминает. Это наш всем знакомый процесс децентрализации. К нашему уху это просто более привычно и более знакомо звучит. Но, к сожалению, в процессе децентрализации у нас в Украине только-только, можно сказать, мы выходим на начальный уровень, только мы начали это всё внедрять. Тем более сейчас из-за войны все эти процессы заморожены. Но ничего, победим и будем внедрять в жизни все тоже такие прогрессивные проекты, которые могут быть предложены жителями городов. Но зачем я вам рассказываю сейчас о бюджетах в Аватанске? Потому что на примере Польши, на примере польских городов мы просто можем уже наглядно посмотреть, как работает этот процесс децентрализации и какие проекты уже реализованы и они реализованы благодаря жителям, благодаря идеям этих жителей и благодаря плану, разработанному именно местными жителями, а не властью. Могу с точностью на 100% сказать, что программа бюджета обладательского работает и она очень наглядно работает. Я видела несколько объектов, где была табличка и написано, что этот проект реализован благодаря бюджету обладательского. Поэтому нет сомнений, что эта система работает и нет сомнений, что эта система приносит свои позитивные плоды и помогает жителям города чувствовать себя намного комфортней. На примере Варшавы. Как это работает? На официальном сайте, как вы видите, есть специальный пункт, где рекламируют бюджет обладательский и где просят жителей включиться в планирование, включиться в предложение своих идей и, конечно же, включиться в голосование за ту или иную идею. И, как я уже говорила, что жители города, жители Варшавы, варшавяки сначала придумывают свои проекты, предлагают их, разрабатывают план. Потом эти проекты выбираются. Из нескольких проектов надо выбрать не то, что надо, а выбирается. Выбирают проект, который им больше понравился, выбирают проект, который будет более полезным. Идет процесс голосования и после этого процесса голосования утверждается, что этот проект будет реализован. И нет сомнений, что это где-то забудется, что что-то там нарисуется, покажется, что вот мы планируем это сделать. Нет, это действительно делается и на это выделяются деньги из местного бюджета. Так можно изменить не только район, в котором ты живешь, какие-то разрабатывать проекты по району, но также можно изменить и саму Варшаву, очень глобальные проекты. И что еще важно, что не надо быть прописанным в Варшаве, не надо иметь польское гражданство. То есть к этому проекту, к реализации проекта, к голосованию могут быть подключены, как я, как вы, все жители, кто живут в Варшаве. Потому что одно из основных таких идей Варшавы, таких лозунгов, которые вы можете встретить в Варшаве, что Варшава открыта для всех. И действительно это очень чувствуется, что независимо от того, кто ты, где ты живешь, где ты родился, какая у тебя национальность, какая у тебя вера. Варшава действительно старается сделать так, чтобы каждому жителю Варшавы было комфортно в этом городе. И это очень чудесно, и это действительно очень чувствуется. В Варшаве действительно очень рекламируется этот проект. Вы везде можете встретить рекламы, в автобусах, в трамваях, в радио, в фейсбуке. И действительно приглашают варшавяков участвовать в этом проекте, приглашают варшавяков голосовать и выбирать тот или иной проект, чтобы изменить Варшаву вместе. Мне очень нравится основной лозунг, который звучит в Варшаве. Он звучит так, что каждый из нас может стать героем Варшавы. Независимо от того, сколько тебе лет, я еще забыла уточнить, что нету вековых каких-то лимитов, то есть нету такого, что только с 18 лет ты можешь участвовать и подавать в свои проекты. Независимо, сколько тебе лет, независимо, кто ты, независимо, откуда ты, ты можешь стать героем Варшавы. И живя полтора года в Варшаве, я действительно заметила, насколько важно властям Варшавы мнение местных жителей. Действительно, какой-то очень важный момент, который касается изменения города, он всегда обговаривается с варшавяками. На Фейсбуке постоянно какие-то голосования, какие-то голосования всегда на сайтах. То есть, если какие-то такие глобальные изменения должны быть, они должны быть с учетом мнения Варшавяков. И это очень классно, потому что для кого в первую очередь город? Город, конечно же, не для власти. Город для самих жителей этого города. Так, недавно было голосование за то, какие трамваи город должен закупить. Были фотографии, было видео и фото, как трамвай выглядит внешне, как трамвай внутри оснащен. И именно жители выбирали тот или иной трамвай, ту или иную фирму. И как ни странно, за то, что проголосовали люди, такие трамваи и закупились. А если я не ошибаюсь, закупили корейские трамваи. Вот фотография. Имейте в виду, что эти трамваи выбрали сами люди. То есть, для меня тут включается такой процесс, если что-то пойдет не так. То есть, власть некой мерой чуть-чуть снимает с себя ответственность. Но это же выбирали вы. Выбирали вы как жители. А с другой стороны, мне как жителю Варшавы, очень, например, очень чувствую я гордость за свой выбор, что я тоже проголосовала за этот трамвай. И вот действительно власти дослушались к мнению простых людей. И именно такие трамваи были закуплены. Таким вот способом мы просто видим, куда тратится часть бюджетных денег. И это очень классно, потому что ты действительно научно видишь, куда это тратится. Это в некой мере открытый процесс. Потом, конечно же, власти отчитываются, сколько было потрачено денег на тот или иной проект, на реализацию этого проекта. Но все равно ты наглядно видишь, вот перед твоими глазами, ты видишь, куда идут твои налоги. И ты чувствуешь, что ты тоже внес свою лепту в улучшение этого города. И для чего я это все говорю? Могу сказать, что это такая себе вступительная речь. Чтобы вам объяснить просто, что такое бюджет обовательский. И почему в последующих видео будет время от времени появляться мои такие слова, что вау, это сделано благодаря нам, это сделано благодаря бюджету обовательским. Потому что я планирую на следующей неделе или планирую, не знаю, если погода мне позволит все-таки на следующей неделе отправиться в место. В новую достопримечательность, которую создали в Варшаве. И эта достопримечательность создана только благодаря бюджету обовательскему, только благодаря реализации и голосования и проекту одного из жителей Варшавы. И действительно, это новая достопримечательность. И я так понимаю, что в будущем Варшава хочет ее тоже модернизировать и как-то развивать. Поэтому в каком-то из моих следующих видео будет обязательно туда вылазка. И просто, чтобы вы понимали, что такое бюджет обовательский. И благодаря кому этот проект просто можно сказать, что родился. Но об этом уже в следующих видео я постараюсь не задерживаться. Я постараюсь как можно быстрее сходить в это новое место и вам все показать. Спасибо, что сегодня вы были со мной. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что поддерживаете меня. Спасибо за добрые слова в комментариях. И увидимся уже в следующих видео. Пока-пока. Чаще всем.